Всем привет! Сегодня обзор китайского радиоприемника. Это радиоприемник Мэйер модель М522BT-S. Радиоприемник очень компактный. Длина его корпуса 21 см, высота корпуса 11,5 см и толщина корпуса у него 6 см. Имеется ремешок для переноски этого радиоприемника. И малый вес у него, который составляет всего лишь по 700 грамм. Таким образом, вот это устройство весьма комфорта взять куда-нибудь с собой в дорогу, либо использовать в каких-то походных условиях. Кроме того, что это трехдиапазонный радиоприемник, у него есть диапазон FM, диапазон коротких, диапазон средних волн. Это же устройство обладает возможностями портативной акустики, имеет встроенный модуль Bluetooth, может воспроизводить музыкальные файлы как с USB-носителей, так и с карточки памяти формата microSD. А также оно, кроме как беспроводного соединения по Bluetooth, с помощью Bluetooth, также оно может, это устройство, соединяться с вашим телефоном путем кабеля. На верхнем торце располагаются органы управления MP3-плеером и переключатель режимов работы и диапазонов. На правом торце ручка, ну, веньер для настройки на радиостанции и выключатель, соединенный с регулировкой громкости. Чуть ниже вы видите разъем вот здесь вот, вот он. Здесь вы видите разъем microUSB, который используется для зарядки аккумулятора. К слову сказать, приемник работает от сменного аккумулятора типа размера 18650. Вот. Из интересного. Китайцы не устают удивлять своими вот такими задумками, которые, казалось бы, уже в привычные всем вещи, неустанно добавляют какие-то новые штрихи, которые позволяют воспринимать эти вещи совершенно по-другому. Ну, начнем с простого. К этому радиоприемнику прилагается вот такая вот лампа. USB-разъем, отдельный выключатель. Пожалуйста, вставили, подсветили, там, почитали, посмотрели. Ну, все что угодно, как такой настольный светильник получается. К этому же разъему можно подключить зарядный кабель и использовать для зарядки вашего мобильного гаджета. Например. К слову сказать, кабель здесь в комплекте. Присутствует microUSB и USB. Его можно использовать как для зарядки гаджетов, так же для зарядки аккумулятора радиоприемника. И еще у них теперь последний писк моды китайской на сегодня, как показывает практика, именно у Мэйра. Это наличие солнечной батареи. Здесь двухваттная солнечная батарея. Если обратите внимание, вот сюда на индикатор заряда, он постоянно горит, когда свет присутствует. То есть аккумулятор, вот здесь сменный аккумулятор, 18650 типа размеров, он постоянно подзаряжается солнечной батареей. И те люди, которые пользовались, ну реальные пользователи радиоприемников вот таких солнечной батареи, они говорят, что летом вообще забывают в наших вот широтах, а находимся мы в Санкт-Петербурге, летом они вообще забывают о том, что нужно как-то заряжать аккумулятор данных радиоприемников, данных моделей. Потому что он постоянно подзаряжается. Единственное, штатная емкость аккумулятора, ну здесь указано 1200 мА, то есть при наличии такого аккумулятора что-то зарядить вот отсюда, да, с этого, не с этого разъема, ну вряд ли возможно. Так, слегка подзарядить сотовый телефон. Хотя при наличии вот этой вот солнечной батареи, она двухватная, то есть вполне такая приличная зарядная станция получается. Как видите, есть еще телескопическая поворотная антенна, ну там можно выдвинуть, но в экран просто не влезет. То есть вот такое вот устройство, я бы сказал, которое позволяет его применять совершенно в различных целях. Его можно дома использовать как стационарный, в каких-то походных условиях, пожалуйста, и как лампочка, и как радиоприемник, и как портативная колонка, если вы захотите послушать музыку. То есть, например, мы его включаем. Можно Bluetooth, но я лучше просто-напросто поставлю сюда флешку компьютерную с записанной музыкой, и он начнет воспроизводить файлы с флешки. По громкости. Ну, больше, чем достаточно. Единственное, что, конечно, хай-фай звука какого-то вы не получите, но вполне приличное звучание для такого разносторонне применимого устройства. Я бы, о, как выразился. Четыре кнопки управления. Кнопка мод – это кнопка выбора режимов работка. Кнопка play – пауза – это при прослушивании музыки. Кнопки трек вперед, трек назад. При длительном удержании выполняют функцию перемотки. Вот. Теперь, что касается радиоприемника. Сейчас я вытащу, переключусь в FM-режим. Трехдиапазонный радиоприемник. Диапазон FM, диапазон коротких, диапазон средних волн. Ну, более интересен диапазон FM, так как в диапазоне FM там куча радиостанций. Включаем. Очень плавно крутится вот это все. Вот. И что можно отметить? Я специально не останавливаюсь там на какой-то конкретной радиостанции. Почему? Потому что YouTube начнет ругаться, говорить о том, что нарушение авторских прав там каких-нибудь. А поймать так сходу, чтобы были только новости, ну, это вряд ли попадется так вот быстренько в пределах вот этого видеоролика, да? Что можно сразу же отметить? Шкала очень длинная при таких вот размерах. Очень длинная шкала. Поэтому найти из того, ну, сколько у нас в Санкт-Петербурге, ну, порядка 35-33, наверное, радиостанций в этом диапазоне, выбрать из всего диапазона нужную вам радиостанцию, зная приблизительно, где она вещает, довольно легко. То есть, все это сделано, ну, грамотно, хорошо, очень здорово. Мне понравилось. Вот. Цветовое решение данной модели радиоприемника может быть вот в данном виде. Это темный, блэк называется, либо, может быть, вот смотрим сюда на коробку, вот такая вот серебристая лицевая панель. Вот. То есть, вот два цветовых решения приемника, но вот этого верхнего вот это под дерево стилизованный пластик, он, конечно, цвет его не меняется. Он вот как есть, так и есть, меняется просто лицевая панель. Посветлее, потемнее. Ну, на этом, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать об этом устройстве. Напомню, это портативный радиоприемник Mayer M522BT-S. Радиоприемник оснащен солнечной батареей, которая, по сути дела, постоянно подзаряжает на свету аккумулятор. Работает он на сменном аккумуляторе типа размера 18650. И при необходимости этот аккумулятор можно заряжать от любого USB-порта с помощью вот этого комплектного кабеля USB-micro-USB, который вот подсоединяется вот сюда в правую часть, в правой, на правом торце разъем специально для зарядки кабеля. Кроме того, у этого приемника есть лампочка. В комплекте уже входит такой автономный светильник. И плюс к этому, с помощью этого же разъема, можно подсоединять и подзаряжать какие-либо мобильные устройства при необходимости. Вес приемника, ну, чуть меньше, чем 800 грамм. Таким образом, его можно легко с собой брать куда-нибудь в походы, в поездки, на дачи. Он особо не затянет. На этом, пожалуй, и все, что я хотел вам рассказать об этом радиоприемнике. Это радиоприемник Мэйр был с солнечной батареей такой. Китайцы, конечно, не устают удивлять, я это не устаю повторять. Жители города Санкт-Петербург и его ближайших пригородов приглашаю посетить наш магазин. Находится он на Иринском проспекте, работает каждый день. То, что вы видите в наших обзорах, те устройства, они представлены у нас в магазине. Таким образом, вы можете прийти и воочию ознакомиться с тем или иным устройством, которое вам понравилось в каком-либо нашем видеообзоре. Всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал, захотите к нам на сайт. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok